Сегодня нет ребятишек, да? Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 Братья и сестры! Вчера вечером вышел в интернет и попалась мне передача о положении в Чечне. Вроде как Рамзан Кадыров. Вроде как Рамзан Кадыров говорит, что он свое дело сделал и собирается идти в отставку. Ну и по этому поводу там есть передача такая, она называется «Перед фактом», по-моему. Вот. Там берется интервью у заместителя председателя партии Свободы Парнас Илья Яшин. Забейте, кто имеет интернет, возможность выйти в интернет. Забьем. В поиске и увидите насколько ситуация в Чечне неоднозначна. То есть это вот мина замедленного действия, что называется. Взаимоотношения Путина с Кадыровым весьма запутанные. И от этого ожидать нам только осложнений. Кадыров ли будет, или кто-то другой, но ситуация там... То есть я хочу вас просто призвать к благодарению Бога за то, что мы просыпаемся каждый день и над нами еще мирное небо. Что его десница еще удерживает мир на нашей земле. Вот я хотел... к чему меня подвигло вот это... послушание этой передачи. Всякий раз мы должны помнить об этом и благодарить Бога за его благие деяния к нам, за минусы к нам. У кого есть слово? У нас долгожданная сестра наша. Давно мы ее не видели. Пусть она нам расскажет, как там в клочках живется. Как там служба посещается? Все так же вне храма там вы пребываете? Да. Я пока стою вне храма. Хожу на молитвы всегда, каждое воскресенье. Ну, пока что все так, как было. Это кажется внешне, что все так, как было. Огромьте. А все же движение имеется, и я уже вижу, что это происходит. Ну, как бы это даже вот не по моей, не по моему желанию. Все так, как не ожидаешь. И помню на Рождество, перед Рождеством прямо мне позвонили... Здравствуйте, у тебя там машина стоит, там нам нельзя проехать за воротами. Вот уже нашли, нашли. Старшая сестра прихода, Зинаида, домой позвонила и попросила у меня прощения за все, что произошло. И она признает свою вину в том, что она пошла на поводу у батюшки, сделав вот такой шаг, что выгнали меня из храма. И она понимает, что вроде как и не за что было меня выгонять, никаких претензий у них ко мне нет. Да, и поэтому она вот так вот слезно, причем не просто так, просила слезно прощения. Но дальше последовало следующее событие, которое случилось в них. Вот те люди, которые... те сестры, а их там несколько человек всего-то, взялись за замок, когда меня выгоняли уже из притвора, потому что в то время я стояла уже не в храме, а в притворе, и попросили они меня оттуда выйти. Я совестливо, конечно, опускала глаза долу. Мне было очень даже, скажу вам прямо, что мне было стыдно, совестно. И перед ними даже было мне стыдно за то, что меня как злодейку выгоняли из храма. И вот эти сестры, прошло буквально немного времени, вот думаю, что так обстоятельства Господь складывает, что сами бросили ключи от этого храма, от всего, что они имели. А имели два человека там ключи, какие ключи, что за ключи, не знаю, но они имели их. И они их бросили и сами добровольно ушли из храма. А те, которые ключей не имели, они уже раньше не стали ходить. Вот все, которые там были, остались только две. Все остальные ушли из храма. И вот... Ушли, значит, не ходят просто в храм? Да, просто не ходят. И я знаю, Зинаида потом звонила и говорила, что она не ходит в храм, что ей очень обидно, что там у них что-то произошло в храме. Не знаю, что там у них произошло. Так подробности не знаю, но знаю, что серьезно произошло. И ее обида буквально съедала. Я ее просила, Зиночка, молись, чтобы ушла эта обида, чтобы Господь помог тебе освободиться от этой обиды. И молись. И за всех, особенно за батюшку молись. Ну, похоже, что так и было сейчас. Вот последняя служба, они две вернулись. Это уже я тоже знаю. Две вернулись. Вот те, которые попросали ключи. И муж ей сказал, Зинаи, иди дома. Зинаи, вот ты выгнала Нинку на улицу, а теперь сама бросила ключи. Тоже ушла оттуда. Вот вставай с ней рядом и молись. А я говорю, знаешь, человек, он был прав. Муж так говорит, он прав. Он понимает глубже тебя эту ситуацию и сложившуюся. Почему эти обстоятельства так вот сложились, что вот так вот есть. Ну, в дальнейшем события пошли так, что со мной встреча стала искать благочинный, Павловского благочиния, в состав которого вот входит этот храм. Через Зину он передал мне его телефон сотовый и попросил ему позвонить. Ну, так Низина сказала. Батюшка ждет твоего звонка. Он тебя с радостью примет. И твой вопрос разрешится. А я говорю, тут я ищу разрешение того Бога. Но, тем не менее, я записала его телефон, но звонить не стала. Как-то не расположилась еще к тому. Но потом события за событиями снова имели накладку. И все же вчера вечером, прошу прощения, в пятницу вечером, мое сердце расположилось к тому, что звонок-то надо сделать все же батюшке. Я ему... А перед этим он со мной разговаривал. И просил меня, чтобы я написала все, что там случилось. И чтобы поступил я по-христиански. Без обиды и без... Как сказать? Ну, да, по-христиански. И чтобы не было жалобы. Но описала вот то, что там было. Чтобы я, говорю, не от кого-то знал, а от тебя лично. Я подумала, что да, надо это сделать. Но я этого не стала делать. Еще молилась. И вот в пятницу вечером этот вопрос разрешился. Когда я ему позвонила и сказала, что я в субботу, если Бог даст и живы будем, я поеду в Барнаул, в храм свой. И у меня будет возможность выйти в Павловске и с вами повстречаться. А потом продолжить свой путь дальше. А он говорит, да и нету такой необходимости нам встречаться. Вы только мне письмо оставьте. Там пять минут автобус стоит. Вы занесите мне письмо. Меня не будет там... Найдутся люди, с кем передать. Я так и сделала. Я вечером помолилась. Попросила благословения Божие. Чтобы Господь мое сердце так расположил. Чтобы у меня не было ни лукаска, ни тщеславия, ни гордыни. Потому что я уже слышала это в адрес, когда говоришь «Я». В адрес нашего старшего брата. Ему много говорят. Вот вы все. Я, я, я. И когда меня однажды просили записать ролик в Потеряевке, я тоже там... Ну раз я о себе рассказывал, я и применяла это я. И мне это пошло в обличение. В тщеславии и гордыни. По сей день я молюсь об этом. Чтобы Господь снял с меня. Даже какие-то, если элементы этого во мне присутствуют, чтобы их не было. Чтобы Господь помог мне освободиться от этого. И когда я стала писать вот это письмо, я поняла, что я без этого я-то никак не могу обойтись. Почему? Да потому что я же пишу-то о себе, не о ком-то. И я прошу у вас прощения, если кого-то это соблазняет. Я сейчас это письмо зачитаю. Потому что я знаю, что это вызывает интерес большой. В интернете был уже выставлен один ролик, который мы записали с Игнатием Тихоновичем в день крещения, вот 19 января. Этот ролик очень стал известным. И я его сама не видела, но знаю. Я позвонила Валентине Сертисону в Германию. И попросила ее войти и посмотреть, сколько там было посещений в этом ролике. Она посмотрела и говорит. 1200, это было три недели после того, как вышел ролик. 1224 по-моему. А комментарии 6. Она их мне зачитала, эти комментарии. И я попросила еще посмотреть. А вот в это же время, которые ролики выходили, посмотри там посещения. Ну, есть по 200, есть чуть побольше 200. И только некоторые были, и тоже какой-то наш ролик был. Я же не вижу, не знаю какой, что-то там 500, чем-то около 600 входов. А это 1224 входа. Есть о чем задуматься мне. Я очень, как бы, чувствую себя ответственной. Уже не только перед моими односельчанами. Я уже чувствую себя ответственной перед теми людьми, которые за меня молятся. А даже которые, может, и не молятся, но они зашли и посмотрели. И вот такая ответственность и по сей день лежит на мне. По сей день лежит. Поэтому прошу простить меня, если я вот как-то что-то не так. И ваше мнение потом мне сказать или сразу сказать, чтобы это было мне в помощь. Благодарю своих господин. Благодарю. 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 Благодарю всех. «Всем заказал, не впускать», – писала 27 февраля 2016 года. В апреле 2015 года мы купили дом и переехали из города Барнаула в Клочки. В Барнауле я была и есть членом крестовоздвиженской общины РПЦЗ. Поскольку мы имеем общение с РПЦМП, то в деревне, где мы с мужем проживаем, я хотела бы посещать, молиться в местном храме, быть полезной для прихода, посещать занятия, принимать участие в духовной жизни села. Оказалось, общины здесь фактически нет. Отсюда и ничего, кроме службы, нет. Приход оказался совсем маленький, из нескольких человек. На второй моей службе в храме был батюшка. Он мне сразу же запретил приходить в храм. Не объяснил, почему. В следующей неделе воскресной службы его не было, но наказ его помнили, и мне сёстры разрешили молиться в притворье. В следующее воскресенье в Потеряевке был праздник, где богослужение проводил митрополит Сергей. Мой духовный отец, протеерей Иоаким Лапкин, замолвил за меня просительное слово к митрополиту на посещение храма в селе Клочки. Я подошла под благословение, и владыка Сергий с радостью меня благословил. Такова была милость Божья. По возвращении из Потеряевки я сообщила старшей сестре Клочковского храма Зинаиде, что имею теперь благословение митрополита и буду посещать храм по месту жительства в Клочках. Клочковский батюшка сам тогда не был, но по телефону дал указание меня выгнать совсем и из притвора, чтобы меня не было нигде. Так и сделали. Претензий ко мне никаких не было. Сам батюшка со мной больше не встречался. А через доверенного человека меня пощипывал, потому что я ходила молиться возле храма. Через некоторое время сестра Зинаида все же помогла мне встретиться с батюшкой. Я хотела знать причину моего изгнания. Батюшка много говорил, но это так было нелицеприятно, что, к примеру, привожу, что Игнатий Лапкин из семьи старобрядцев, что мы символ веры поем со словом истинного, Господа истинного и животворящего. И так далее многоточие поставил. В конце концов, назвал причины серьезных, по которым он не может разрешить мне ходить в храм. Три причины. Первое. Мое личное знакомство с Игнатием Лапкиным. Им я свернена и заражена так, что пока не отрекусь от него, и от всего, что меня связывает с общиной, с членами ее, в храм меня не пустит. Я слушала молча, не вступала в его монолог. Но для вас, отец Александр, теперь уже, простояв на улице, на молитве воскресной, десять месяцев, в жару, в зной, под дождем, под ветром, под снегом и бураном, под сорокоградусными морозами, на снегу, и теперь на стылой земле снег счистили, когда вокруг валенок снег обтаивал, а теперь, когда подошва сапог прилипает к стылой земле, а вы меня призываете быть христианкой, чтобы мое письмо не получилось жалобой, а мне ее совсем не хотелось написать. Еще раз говорю, что не жалуюсь. На Бога не жалуются, Ему радуются. Мне явлена Его милость для моего же спасения. Не скрою, мне бы тоже хотелось иметь к себе христианские отношения. В продолжение начальной мысли, батюшка, хочу вам сказать, что я очень благодарна моему Господу, что Он послал мне навстречу в свое время этого человека, мирянина Игнатия Лапкина, через живые проповеди которого было мое духовное рождение. Я не просто уверила в Бога, я в живое Слово, живого Бога, в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Ради меня грешные женщины. А я его так долго искала. Почти после трехлетней подготовки мое заявление о крещении рассматривал Церковный Совет Общины. Я тогда еще не была ее членом, была в оглашенных. Были тогда не только за, были против, были и воздержавшиеся. Но батюшка, отец Иохим Лапкин, несмотря на столь неоднозначное голосование, нашел во мне ту веру, которая позволила ему 13 июля 2003 года преподать мне таинство крещения полным троекратным погружением в воду во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа с возглашением Аминь. Надеюсь, что вы меня поймете без дальнейших пояснений о невозможности каких-либо отречений. Не дай Бог. Вторая причина. А второй причине мне совестно писать, но она прозвучала, и теперь я ее озвучиваю. Ему не нравится мой образ жизни. Такой поворот мысли был столь неожиданным мне, и мне по сей день непонятным. Тогда я попыталась прокомментировать ему эту претензию, как смогла. Моей обрядовой стороной по образу Богородицы и благовестнические мои труды, или как ныне называются, миссионерские, по образу просветительницы Грузии, равноапостольной Нины Грузинской, имя которой дали мне родители и сохранилось в крещении. Слава Богу. И третья причина. Батюшка укорил меня в том, что однажды по поручению общины, это было в октябре 2010 года, кажется, по телефону, я пригласила с нами поехать на благовестие в Клочки, где его столь малочисленный приход почти при тысячелетнем, при тысячном населении. Он тогда отказался, а благовестие без него состоялось. Мы приезжали на 10 машинах, занесли в каждый дом Евангелие. Дети наши представили небольшой концерт духовных песен и стихов. Я ему ответила, что, конечно, помню. Приглашала я его на Болговестие, потому что здесь родилась и выросла. И мне небезразличные люди, живущие здесь, о себе подумала. Как хорошо, что наши жизни никогда не пересекались. И мы не были знакомы. И он не может судить, то есть не имеет представления о моем образе жизни. Вот так. В ноябре месяце был бурам и холодный. И за меня изъявил желание походатайствовать, чтобы меня впустили в храм, думаю, вам известный Юрий Александрович Бакушкин, который, как я думаю, в основном-то и содержит храм. Я согласилась. Было под это основание. Он пошел в храм и там за меня просил. Но получил отказ, потому что у меня не было отречения. Так и молюсь возле храма. Недавно еще раз случайно встретилась с батюшкой возле храма утром. Попросила благословения на молитву. Он меня благословил, сказав, «Благословляю, молитесь!» И указал рукой в сугроб снега. Я и с неподдельной радостью поблагодарила его. «Спаси Христос вас, батюшка!» И молюсь за него каждый день и за его приход. Он не просто христианин. Он пастырь. Слава Богу за все. Аминь. Аминь. Прошу ваших молитв. Я нигде не упомянула имя этого священника здесь. Потому что в интернете, я вижу, что это будет выставлено в интернет, и те люди, которые отслеживают наши ролики, они, конечно, раз они за меня молятся, я уже знаю, что за меня очень много людей молятся. Значит, они будут молиться и за него. И я буду им очень благодарна, если они помолятся без имени. Бог знает все равно все. Аминь. Аминь. И да, Технич. Ну, несколько слов, потому что тут меня упоминали. Вину ставят, что знакомство и прочее. Ролик вышел тот под названием «Подлинный лих московской патриархии». Это же будет и здесь. Не надо скрывать человека. Никак нельзя. Апостол Павел говорит, имение филит, перечисляет Александр, Медник. Много зла сделали. Зачем он перечисляет их? Люди знали, о чем молиться. Его звать Игорь Чернодаров. Село Клочки. Прибрихинского района Алтайского края. Может, кто-то напишет, побеседует. У него узнает это. Дело в том, что об этом уже говорил батюшка. Не раз с митрополитом Сергием Иванником Московского патриархата, который здесь. Я упоминал об этом, но я не ходатайствовал. Не надо делать этого. А как? События должны развиваться согласно Слову Божию. Принародно позорил, принародно должен ее и вести, реабилитировать. А не так, что я разрешаю и пошел. Ни в коем случае не заходить в храм. Дело в том, что митрополит благословил тогда. Ее лично благословил через батюшку, через телефон. И туда мы позвоним, сказал, его с места не сбинуть. Это подлинный лих московской патриархии. Мы не добавляем ни одного слова. Не надо умирать этого слова патриархия. Но не могу я сказать, что это делала компартия. Так КГБ не делало со мной никогда. В храм не запрещали ходить. Это намного дальше зашли. Потому что покаяния в прежнем не было. Я им вопрос простой всем задаю. Скажите, при старе батюшке была свобода или нет? Вы все ностальгируете по этому. Ну, не такая, конечно. Но была. А были ли мустермане? Были ли открыты у них мечети, имамы, мулы? Да были, конечно, в Санкт-Петербурге. Посмотри, какие по всей стране Казань это входили. В Российскую империю по-другому не должно было быть. А в Бурятии, там, где находятся буддисты, ступи поклоняются. Были ли там свои ламы? Были ли у них пагоды? Были ли? Не запрещали? Да вы что, наоборот. Государство старалось в такую мирную обстановку. Много конфессиональных, как говорят. Но были ли еврейские? О чем вы говорите? Да, конечно же, были. Открытые мечети. А католические там в Барнауле? Синагоги. Синагоги. Были. И гнали? Нет, этого не было. Скажите, а почему старообрядцев гнали? Не просто гнали, уничтожали. Природных жителей, которые держались за ту веру, которую принес князь Владимир, сепископом Михаилом. Смертным боем били их. И кто большую роль играл, как всегда, миссионеры? Это оплот мракобесия. Они выискивали, исповедовали. А те-то люди иногда своим разрешали. Они выдавали, они их окружали. А те молились и заранее обкладывали все соломой внутри. И сжигали себя. И когда считаешь в описи, написано, и сожигавшись 430. В другом месте опять войска окружили, в тайге ушли, но и там нашли. Сожигавшись 1030. Это как надо было людей держать, что они предпочитали умереть, нежели впасть в руки этим деспотам. Это так говорила притарианская гвардия, которая сопровождала ссылку Златоуста, которого на горных тропах епископ православный Фаретри с особыми выученными монахами и караулили его на сходах, чтобы убить Иоанна Златоуста. Ничего не изменилось. Дьявол сошел в великой ярости ища кого поглотить. Чернодаров Игорь. Он не слушает ни священников, ни советы, ни архиерея. И стоит на месте. Подлинный лик московской патриархии. Но почему? Я отвечаю, потому что московская патриархия была образована 4 сентября 1943 года Сталином и Берией. Вам не надо говорить, что это за люди были. Ну, по-другому нельзя было. Но и этого нельзя было делать, чтобы народ образовывал администрацию. А сегодня такую власть. От нас кто-то там подпись сделал, выщеркнули из общей нас. И благодати нет, батюшка без благодати. То есть у них вообще ни понятия, ни о благодати, ничего. Вся благодать на переархиерея. Это на нас они, которые говорят. И поэтому на нас говорят. А вот сейчас сказал Иларион, вас не знают. Да еще до ареста в 80-м году они это все делали. Составляли списки на нас. Мы проводили библейские занятия и сдавали. Отец Николай Войтович. Его сын Александр недавно умер, тоже Войтович. Но Александр Невский, а этот был как архиерей. Тогда не было епархии Барнаульская, Новосибирская. Он всех узнавал, кто, и списки сдавал. И самые гнусные, самые подлые свидетельства на меня давали священники. Игнатий Лапкин ждет мессию с запада. Мог ли я ждать? Я на суде говорю, я жду его, грязнущий на облаках небесных силой и славой великою. Священник дрогнул, попятился, отец Михаил Скачков. Его уже нету. Я не так говорил. Сразу же судья говорит, вот подпись ваша. Я ему тоже сказал, прощаю вас, благословите меня очень. И он шагнул за перегородкой, меня благословил, как бросились охранники, все развернули, а потом говорили, как они хитроумно сделали. Ты благословил, попросил прощения и примирились. А они еще нравятся нами. Почему? Я спрашиваю, за что гнали старый обрядцев? Когда они ответят на этот вопрос, они поймут, почему они нас гонят. Потому что мы единственные в стране, которая свидетельствует, что там неблагополучная обстановка. Что там не ищут рождения свыше, а только играют в самую страшную игру к причастиям. Не допущу до причастия. Издохшим под забором. Под причастие. Эта игра ужасная, недостойная, отлученной. Это великий довесок его жизни. В житиях святых, говорится, у священника настолько проказов проело, что с затылка был виден рот. И когда возвал святой, за что, Господи, такая страшная казнь? Он говорит, за то, что незаконно отлучала церковь. И вот что этого Чернодырова или Чернодарова ждет. Черная дыра на мозгах. Это все надо сказать. И если только это решение будет принято, он должен при всех. Или благочины, тут уже смотреть надо. Перед всей церковью, хотя их там осталось два человека, сказать. Я был неправ. Я опозорил эту женщину, христианку. Я не слушал архиереи, благословения архиерея ходить. Он тебя лично благословил при мне. И как ты улыбалась, и как он улыбался. Да что это, неужели могут запрещать в храм? Батюшка говорит, да. Да где это такое видано? Это архиерей знал. Но дальше он ничего не сделал. Почему он, забыл или? Я не знаю как. У нас хорошие отношения. Я бы сказал, если он делал, то я сказал, лицемер. Мне не надо их бояться. Я не имею права их бояться. Но я ничего не могу сказать. Благословен он у Бога, он разрешил. А как будет дальше? Бог знает. И ты говорил, я так ценю его благословение. Я хожу и радуюсь. Меня архиерея благословил. Я как в храме на улице молюсь. Тает подавной снег, подошву примерзает. А я молюсь. Это свидетельство всем. И говорят, а что делать? Начните сначала. Сталин и Берия церковь не спасали, уничтожали. А нужно было так делать, как делали святые в первом веке. Они никого не искали из церковной структуры. Они заходили, рукополагали и уходили. Никаких миссионерских отделов не было. Деяние апостолов 8.4 говорит, все ходили и благовествовали. Благовествовали. Хотя в Иерусалиме остались апостолы, как говорит Иоанн Златоуст. Вот как надо идти. Для благовестия не надо ничего, кроме вдохновения Духа Святого и огня внутри горящего. Никакие отделы, которые тебя питают, зарплату дают, не дадут тебе. Ты не обманывай людей. Никаких отделов миссионерских быть не может. Это главная тормоза в благовестии. Они знают, как говорить, они этому учатся. Этому не учат. Это есть или нет. Во всем мире не было ни одного литературного института. На писателей никто не учил. Только в России был институт имени Горького. Учили на писателей. Что они написали? Теперь проверки в мировой литературе. Почему? Потому что все под одной рукой было, под одной печатью. Как был такой лицемер величайший, Алексей Толстой. Он говорил, вся истина находится в ЦК КПББ. Вся истина. И сегодня так. Вся истина патриархия и вот таких священников. Держи до конца. И сделай так, как апостол Павел говорит. Били при всех. А теперь тайно хотите выпустить. Не будет этого. И они пришли и изменились. Мы посмотрим до уровня язычников. До уровня коммунистов. Дорослили или нет. Меня гнали несправедливо. Мне государство доплачивает за это. Я реабилитирован. С льготами. Какие там уж есть. Но государство это установило. А они на это не идут. Церковь патриархийная всегда считалась пятым отделом КГБ. И они превзошли своих учителей. Потому что все было лицемерно. Покаяния в этом нет. В духа святаго Господа истинного вину поставили. Какое право имел Никон? Никон сделать, что верим в Бога истина от Бога истина. А от духа истина убрать истина. С этим словом молился Сергий Радонежский. Основатель русского монашеса Антонио Пеодосий. И то крестил князь Владимир. С чего ради это вдруг истина ушло? Куда оно ушло? Это богохульство. Все три лица троица одинаковые. И на первом вселенском, на втором вселенском сидели мужи не глупые. И они постановили молиться в духа святаго Господа истинного. Но зная, что в патриархии так не считается, когда община была образована, вы написали нашему епископу. Тогда был Вениамин. Вот пристал в бумагу и говорит, так в патриархии еще в 71 году признала равноспасительные книги. И вот где храм Христа Спаситель, на Берсеневке, там служит отец Кирилл Сахаров и Гумин. Не единоверец, а московская патриархия. Он все ведет по-старообрядчески. Все. Это знает патриархию. И он ездит по всей стране и везде совершает богослужения. Я посчитал, у него больше ста. Во всех. Только по старому обряду. Следствия, одеяние какое. Все до буковки старообрядческой. Это единственный священник, получивший похвальную грамоту от митрополита Корнилия старообрядческого. За всю их историю. Ну что это значит? Я сказал, это единственный путь находиться здесь и знать свои истоки. Об этом говорить. Так что, слово истинное стоит на месте. Где бы ни были, всегда считайте. Духа Святаго, Господа истинного, животворящего. Если впереди стоит Бога истина от Бога истина, от Христа от Бога истина, это не может быть по-другому. Вы это просто возьмите себе, по-иному даже никогда не произносите мысленно. Что-то мы можем говорить два, аллилуйя, три, пальцы прижать, два или три. Это все обряд. А это символ веры, в котором все заложено. Дух истины. Об этом в Библии неоднократно говорится, что Дух Святой, Дух истины. Чего ради вдруг отбросили? Сейчас будет Великий пост. И буду начинать, Господи, Владыка, живота моего. Дух праздности унынили в начале празднословия, а дальше ставило слово и сребролюбие. А его выбросили. Почему? Потому что все сребролюбием покрыто. Крещение, стимония, все везде за деньги. Рукополагались за деньги. Все 100% архиереев были ставлены к Кичинской ГБ. Сегодня все это открыто. А что делать? Вернуться назад, принести перед Богом прощение, какое изменение, и спросить или как-то. Они решать должны. Но эти истоки Сталинско-Берегские отрубить. И тогда будет что-то другое. Я не пророк, никто. Я просто знаю, по-другому нельзя. Зарубежная церковь чуть с опозданием тоже приняла это, что старообрядческая, новообрядческая, это равноспасительное. А все клятвы на старообрядцы, як они бымшие. Як они бымшие. Инквизиция свирепствовала, гнала на тот свет. И когда они достали свое рукоположение, все-таки старообрядцы нашли. Амросия, митрополита. Через него новые епископы. Так развозить их. В коробах возили, где там что-то везут, и туда прятали, как зайцев возили священников. За ними так гонялись православные. И рухнуло это все. Ни старь батюшка не помог, ни синод никто, все пошли под нож. Почему? Перед старообрядцем, над кисленным православием. Подними эту книгу. Там написано, было принято решение за русско-зарубежную церковь. Все до одного архиерея подписались, прося прощения у старообрядцев. Не потому ли, да и постигла нас эта участь уже в 17-м других годах, репрессий, что мы возгнали. Поэтому и спросим прощения у умерших. Мы не гнали, мы за рубежом, но это наши предки гнали. Вот это мужественный поступок был. У них там был Даниил Иллариевский, старообрядческий, и видимо, все-таки он додавил это дело. Вот это даже и сделать патриархией. Принести покаяние перед старообрядцами, законами гражданами. Тогда население небольшое было в России, почти 7 миллионов выщелкнули. Это началось раздел, дальше масонство Петра, и рухнула Россия в эту прорву. Это надо все рассмотреть и во всем привести покаяние. Я просто попутно это хочу сказать. А ты, маленькая, одна единственная, но тебе высветилось столько сегодня, что ничего нельзя сделать, а то внутри сидит. Он сам по себе дома тоже, не такой людоед. С ним, может быть, разговаривать с ним можно. Но здесь-то он столкнулся с чем? Увидел, что человек совершенно не такой. Прервать связь, отрубить. Ну то есть сделать из себя изменника, предателя и труса. Вокруг кругом измена, труса вся обман. Но тут натолкнулся не на то. Потому что здесь шла учеба, мы занимались, и мы молимся за патриарха. Сейчас на него везде нападают. Я выставил ролик, который называется так. Помощь нужна патриарху, и защита многоточия от монахов. Он ничего не сделал противозаконного патриарха, как сыпьи сорвались на него. Вы же сами говорили. Говорил, где не так поступал. Не надо путать. Патриарх не виноват, что встретился с папой. Встреча должна была это быть. Что за дверями было, не знаем. Поэтому никто и не судит. Хотя общее коммунике уже опубликовано. Там ничего нет. Речь шла о том, в чем давно должны быть одинаковые. Молиться за мучеников. Я всегда за них молился. Мне не надо было. Но людям это надо было. Патриарха буквально заедает сейчас. Какими словами страшными его ругают. Свои вчерашние. Чтобы Бог утишил их. Свидетельствует перед всеми. Согласно моей совести, вере, патриарх Кирилл, московская патриархия всей России, не виновен во встрече. Он не сделал ничего противозаконного, против канонов. Отошел. Здравствуйте, сестры. Кто услышал в словах сестры или брата что-то неуважительное по отношению к служителям Божьим, к священникам? Сестра наша написала нам вот более мелким шрифтом. Теперь она кричит нам еще громче, еще крупнее написала нам. «Всею силу люби Творца Твоего и не оставляй служителя Его». Кто оставляет из нас Его? «Всею душой Твоей благослови и благослови пред Господом и уважай священников Его». Кто-нибудь услышал в словах сегодняшних сестры или брата неуважение к священникам Его? Есть такие услышавшие? И в чем должно выражаться уважение? Даже, я скажу, больше. Любовь к этим священникам. Если они стоят перед пропастью и вот еще шага не упадут, ты должен молчать, в этом будет любовь. Для нее в этом кто писал. Я хочу обратить внимание, что это писала сестра, но это Слово Божие нам говорит. Как бы не нужно переводить рельсы вот сестра и сестра. Читайте в Слове Божьем Серафум 7.31. Вопрос-то просто, как нужно уважать? В чем должно быть уважение и любовь к священникам Его? Это самое главное. Так я еще тут добавлю тогда по этому. Почему помянули сестру? Это неплохо. Апостол Павел в конце поминает всех, которые приняли, накормили, плескил, акил. Вы знаете, кто пишет? Польгуева Надежда Ивановна. В ней есть талант. И мы даже Богу благодарны быть, что она это делает. Благодарим ее, конечно. Она написала так, что батюшка подошел, что-то не вижу так бледно. Да я ей сказал. И она ни слова не говоря, мигом сделала. Молодец. Она очень внимательна. Теперь куда? Оторвать, другие повесить? Я говорю, нет. Я абсолютно против, чтобы переделывать. Поэтому считаю, что надо повесить прямо в храме. На той стороне и на этой, кто будет смотреть, что увидели. Прямо перед алтарем, потому что служитель-то там. Я вначале думал там, где общую притворь. Думаю, нет. Я на молитве сегодня стоял во время литургии-то и размышлял. Значит, с Володей, прийти здесь с Никитой вот так же самое прибить. Так, еще я попросил Виктора Андреевича маленькое вступление сделаю. Для вас, может быть, это неинтересно. Дело в том, что была перестройка, когда ничего нигде не было. И люди смирялись с этим. В школе бумаги нету. Но везде ничего нету. Понимаете, сегодня люди расхарахурились. Я вот делаю что-то там, миссионер. Щубайс выкресет электричество и все кончилось в твоем. В интернете только сидят-то. Свет погас и ничего нет. Вы покажите, что у вас есть без электричества, без интернета. Это все шатко. Это прикроют в один день. Мы можем показать. Вот община, вот трудились, трудились в заключении. Какие люди пришли, покаялись, допрашивали. Начальник тюрьмы пришел к Богу. Следователь обратился, покрестился. А мои только какие. Мы можем показать. Потому что Яков говорит, покажи веру твою из дел твоих. Я покажу. Без дел твоих, а я покажу из дел моих. Не надо этого слова я бояться. А мы везде и всюду. А как говорит Павел, говорит, более потрудился, более. Но нас интересует то, что сегодня, если люди желают посмотреть в прошлое, посмотрите, сколько на нем построено. Мы свидетельствовали, шли. И бумаги не было. У меня очень хорошее отношение со всеми. С губернатором была, и с мэром города Бавариным, с университетскими этими ректорами. Ну, везде. С начальником тюрьмы. Все приезжали, тут у нас были, библии покупали. С прокурором края, генерал-лейтенант Параскунта. И вот тут его называли директор издательства Алтайская правда. Там старые такие мощные станки, тысячу с лишним, сто тысяч, сто двадцать шесть тысяч экземпляров Алтайская правда идет. На развороте огромная газета. Вот. И там, когда печатает, то одна сторона, как-то пока краску-то правильно поставят, она не полностью прописывается. А вот так вот, пока подгонят ее. Без отходов не бывает. А с той стороны хорошая, но уже выбрасывают. И поэтому нам был доступ до того, что порчено. Я носил домой каждое утро рюкзак или два жили на Никитинской, а потом здесь. Потом Игорь помогал, Татьяна ходила. Я только исходил, подсчитал туда. Дальше, чем до Москвы, почти четыре тысячи километров. Километров. К моим-то трем грыжам на позвоночнике это как раз было. И снабжал, и прокуратуре, и в школе, бумагу везде, везде разносили. Бумага нужна. И газеты брали вот эти. Ну, газеты там на растопку и кому-то надо. Газета же нет. И вот на днях из этих газет приносят одну газету, а газета-то пачка. Я стал смотреть, ба, за статья-то какая, найдена Потеряевка. Но у нас тут нету Ларисы Петеримовой. Она здесь как крещение принимала. Я не знал про это. Газету сожгли бы, если бы я не перевернул. Другая была Потеряевке, время и деньги. Но как берешь пачки, там бывает пятьсот, шестьсот газет. Это много очень. И столько вот этих. Если вы сейчас прочитаете, а пока я пошлю по рядам, каждый возьмите себе одну-две. Просто пачка пусть пройдет. А нам ее сейчас засчитают. Это аргументы и факты. Алтайские. Аргументы и факты. Той трехмиллионной газете еще добавка. Вот послушайте, что пишут о нас. Найденная Потеряевка. Видно, судьба такая у этой деревни исчезать с лица земли и вновь появляться. Не случайно и называется она Потеряевка. Но спустя 20 лет сюда вернулись два брата для того, чтобы возродить свою малую родину. Трузись и не кури. В начале 1970-х деревня Потеряевка просуществовала полтора века, была реформирована в соответствии с программой по укрупнению Алтайских сел. В числе тех, кто покинул эту землю, был и род Лавкины. После изгнания жизнь разбросала по свету всех его многочисленных представителей, кто перебрался в другие села, а кто и в дальние города. Но вот двух родных братьев Лавкиных, Игнатия и Акима, пришедших разными путями к православию, не покидало желание вернуться в родные края. И они вернулись. Тогда, в мае 1991-го года, перед их глазами предстала жуткая картина. За 20 лет жители соседних деревень растащили по бревнышкам все дома, ничего не осталось и от колхозных коровников. Но впадать в уныние братья не стали, а взялись строить новый храм, а затем и устанавливать уцелевшие кирпичные стены бывшего клуба, собирать материал для строительства скотного двора. Постепенно у них появились и единомышленники. И уже на следующий год решением краевой администрации Потеряевка вновь появилась на карте. Ей был возвращен официальный статус поселка, а еще некоторое время спустя управление юстицией зарегистрировало общественную организацию деревенского община поселка Потеряевка. Как рассказывает один из братьев, проповедник Игнатий Тихонович устав ее прост, но почти неуполним для подавляющего большинства светских граждан. Не лги, не пей, не кури, самоотверженно трудись и помогай ближним, многоточие. Несмотря на строгость правил проживания, число желающих поселиться под небом Потеряевки каждый год растет, причем письма идут к нам со всей России, рассказывает Игнатий Тихонович. И это при том, что никаких благ мы не сулим, а предлагаем одни испытания. Человек должен построиться здесь, сам, и на свои деньги завести хозяйство. А еще он должен быть православным, не чужих и своих. После того, как жизнь вселета кипела, отец Иоаким и проповедник Игнатий стали приглашать сюда на лето детей, сначала из темения благополучных, а затем из разных. Ютились в палатках, но чуть позже усилиями потеряевцев здесь появились небольшие домики кельи. В каждом из них живет по 8-10 детей с воспитателями, людьми православными. Сегодня этот православный лагерь трудовой. Ребятишки сами собирают ягоды, целебные травы, саят огороды, обрабатывают урожай. Распитание ведется здесь по православным канонам. Утро начинается с молитвы, девочкам запрещено носить брюки, ходить в столовую и купаться вместе с мальчиками. Так было испокон веков, говорит Игнатихнович. Но мы принимаем всех детей без исключений, независимо от веры и традиций. Так, за время существования лагеря в нем побывали евреи, цыгане, греки и казахи многоточия. Приезжали даже гости из-за рубежа, из Аргентины, Канады, США, Англии. На своих и чужих их здесь никто не делит. Однажды в лагере гостили даже дети каких-то сектантов, но уже через неделю они просили своих родителей принять православие. Условия в лагере светскому человеку могут показаться действительно строгими, но из лагеря, как правило, ребятишки возвращаются здоровыми, розовощекими. По мнению братьев, причина тому целебные свойства этих мест и отсутствие праздности. Посудите сами, будущие мужчины здесь наравне со взрослыми рубят дрова, носят воду, девочки в основном помогают на кухне по хозяйству. Какая вот счастливая внутри, снаружи потеряется время от времени подвергаются гонениям. То местные власти землю вырежут, то решат закрыть разъезд, единственный, где потеряется связь с внешним миром. Но, как говорит Игнатий Лавкин, жители деревни ни на кого не обижаются, только вот не докучая властям с просьбами о поддержке. Хотят, чтобы не трогали их. Наталья Катринко. Кому надо еще возьмите по нескольких экземпляров, кому-то дать, потому что газета это никогда не вернется, а то уже давно написано, я узнал про нее только сейчас, почему она мимо прошла, но аргументы, факты, я не знаю. Возьмите, которые говорят люди показать, отмирские люди отзываются, но не надо искать похвалы какие-то, они что видели, не написал, что материть все у нас нельзя. Он забыл просто, видимо, матершиник писал. Наталья Катринко. Ну, я как-то сказал об условиях, что у нас не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать, он про это не сказал. А в краевой администрации говорят, да у нас, говорит, ни одного работника тут нет, кто бы у вас поселился-то. Тут говорят, и матеряться, и женщины все, и статистика лжет на каждом шагу, а лгать нельзя. Простые правила, а дальше иметь деньги, построиться, купить скотину, обрабатывать землю, но как всегда жили. Лучшее место для воспитания детей просто нельзя придумать. Все учителя верующие, все друг другу помогают, смотрят за детьми. Еще есть у кого слово, да? Я прошу ваших молитв о Леонидушке, она заболела у нас. Молодец. Прости, Христос. И прошу помолиться обо мне путешествующей. С 3 по 8 марта я буду путешествовать. Спасибо, Христос. Ангела хранитера. А машина за рулем? Нет, я буду на поезде, не на машине. Леонида. Еще? Руды, пожелания, благодарности. Спасибо, Христос, за молитвы. У нас эта неделя была у брата Игоря, Третьякова, у меня, напряженная, сдавали экзамены. Я все экзамены сдал. Аллилуйя. Слава Богу за все. Ну, без вашей поддержки невозможно было бы. Скажи, где у вас сейчас, куда зови? Семинария. Алтайская. Вторая. Второй курс семинарии. ВДС. Барнаульская духовная семинария. Да все уже знают, что не раз это уже говорили. Все оставили. Не надо ВДС говорить, я еще не сказала и хочу вернуться на одну секундочку. Вот это вот письмо, которое мы передали туда. Я второй экземпляр, поскольку нету на чем размножить, я писала в двух экземплярах. Вот этот экземпляр я передам в архив нашему батюшке. Еще? Да, Сатяна, что ты видишь? Ну, о болящих я немножко скажу. У нас Татьяна Цингаева позвонила, что-то ей сильно плохо. И помолитесь о ней. Аполлинария у нас болеет. Вот Лена Политыкина. И Мария Яковлевна болеет. Тоже вот никак. У нас больных очень много. И все вот сейчас какие-то не очень здоровые. Но молиться надо. Друг за другом молиться. Еще один момент такой. Как бы посещать нам еще. Вот подойдите кто-нибудь. Мы как-то распределимся еще. Есть у меня кто постоянно ходит. Вот так вот к Александре Ивановне, к Анне Кузьминьичу. Ну и надо Маргарита. Она тоже болеет. После операции вот выписали ее домой, а она себя плохо чувствует. Хотя понемножку так выходила. И еще Валя Барышникова тоже вот у нее прохуделась крыша братьев. Надо попросить. Она, наверное, звонить вам будет сама. Но все равно надо ей как-то помочь. Воды нету. У них какая-то колонка в домах у жителей. Не замерзает. Они пользуются водой. А у ней отец сделал в сарай колонку эту. И все. Земля промерзшая. И воды нет. Воды нет. А сейчас вот смотрите какой снег. То она радовалась. Снег вроде подтаял. А сейчас грязный снег. И все тает. И вот воды нет. И еще плюс крыша прохудилась. Сегодня она вот не пришла. Потому что, говорит, полезу на крышу. Там нужно что-то заделывать. Да не надо было. Вот. Я недавно был у Валентины Барышниковой. И она сказала, снег только сойдет, чтобы приехать, помочь крышу сделать. Зачем она сама полезла, я не знаю. У нее есть мой телефон. Пускай бы ей позвонила. Я свободный. Зачем? Сестры подходили как-то намеднее. Я хотел сказать, что сестры, если надо кого-то посетить, чтобы это сделать, можно несколько посещений. Можно же подвозить, сделать такой, как бы, отряд для посещаемости. Сели и проехали по больным двоих-троих. Вот, воскресенье. Только надо заранее было сказать. А то же у нас и благовестие здесь одновременно. Как раз, чтобы задействовать машину. И прям специально для того, чтобы больным доставить. Посетили одного, второго, третьего. Ну, не так, чтобы, конечно, на автобусах. Пока тут, в этом городе, доберешься. После, тем более, всего этого нашего. Тут у нас занятия же сколько времени проходит. И еще хотел попросить. У меня мама, она не просто болеет, она все время болеет. У ней в сердце вживлен клапан от какого-то животного. Поэтому, и говорят, на 20 лет, то есть, вживили. Она столько уже не проживет, конечно, 20 лет. Потому что в 12-м году ей вживили. Ну, и отсюда, наверное, начинается у ней иммунитет или что там, я не понимаю. Ну, понятно, организм перестраивается. В общем, у ней очередная какая-то болезнь. И будут делать ей операцию. Решили. Ну, помолиться и в тот день уточнить. Да, день какой. Ну, вот она, у нее день рождения 14 марта. Все в Красноярске у нее происходит. Там это федеральная какая-то клиника по сердцам. И ей надо жить прямо рядом с ней. Ну, или хотя бы. Она постоянно там в поликлинике выхнивает. Сердечная пропадная. Ну, вам не понятно все, в чем дело. Ее постоянно исследуют. Если что-то нет, те анализы, ее кладут на 2-3 недели. И до тех пор, пока анализы, ну, там, все вот эти вот шумы там какие. И как только установили. Причем все это делают лекарствами какими-то. Ее положение уже? Ну, она, это, в каблуатуре сходит. Да, она входит, анализы сдает. А потом ей говорят, когда операция. Вот 14 марта у нее день рождения. И, наверное, как раз в это время ее будут... Ну, может быть, пораньше. Да, позвони. Да, если что-то будет конкретное, когда день операции, то тогда я позвоню. А просто эмологически такая реакция, что идет отторжение этого пришитого клапана. Поскольку это инородное, чужеродное. Поэтому, видимо, повторно будет замена. И на прошлой неделе был день рождения у брата нашего Сергия. Из Воронежа. Из Воронежа, да, Козлова, да. Поэтому много лет не будем петь, потому что до него много лет страданий еще добавить. Это мы не будем просить. Но, тем не менее, будем просить, чтобы Господь дал ему силы и терпение перенести все испытания, которые выпали на его доме. И его матери тоже. Так что помните о них всегда. Брат Сергий и Татьяна. Молимся. Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу. Слесно блаженную и пренепоручую. И матью Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без истиннее Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих злом. Просвети правителей страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должное, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Спасибо. Спасибо.